Значит, следующий докладчик Ануф Шеликсовна Мукерия, она доктор медицинских наук, она ведущий научный сотрудник отдела клинической эпидемиологии, не клинической онкологии нашего центра. И Ануф Шеликсовна будет говорить о, представит обзор состояния проблемы международной по отказу от курения у онкологических больных. Пожалуйста, Ануф Шеликсовна, у вас там все в порядке? Да, у меня все в порядке. Ну, слава богу. Все, добрый день, уважаемые коллеги. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, курение продолжает оставаться ведущей причиной предотвратимой смертности, ежегодно унося более 8 миллионов жизней во всем мире. Из них 7 миллионов в результате непосредственного потребления табака и более 1 миллиона в результате пассивного курения. Отказ от курения на уровне популяции – это главная проблема сбережения здоровья всего народа. Этому направлению профилактической медицины, первичной профилактики, уже более полувека. Трансляция научных знаний о канцерогенности курения на популяционный уровень, то есть внедрение в практику на основе научно обоснованных рекомендаций, привела к снижению распространенности курения в ряде стран и к снижению смертности от болезней, связанных с курением. Проблема же отказа от курения онкологических больных приобретает клиническое значение, так как исключение этого фактора после постановки онкологического диагноза приводит к улучшению прогноза больших больных злокачественными опухолями, снижению частоты прогрессирования, улучшению выживаемости и снижению смертности. Отказ от курения должен стать четвертым столком в лечении онкологических больных наряду с хирургической операцией, лучевой терапией и химиотерапией. Все онкологические клиники и центры должны быть обеспечены программами по лечению курения. Так считает Майкл Фьора, который является известным ученым в области отказа от табакокурения и эпидемиологом. Отказ от курения – один из наиболее эффективных способов улучшения общей онкологической выживаемости курящих онкологических больных. Преимущества прекращения курения после постановки онкологического диагноза для пациентов настолько значительны и очевидны, что отказ от курения бесспорно должен быть одним из важнейших компонентов лечения, считает он же. Но, к сожалению, врачи-онкологи не всегда принимают во внимание данный факт. Такое невнимание к статусу курения пациентов очень часто объясняется тем, что доктора или не осведомлены, или не верят имеющейся научно обоснованной информации. К сожалению, мы очень часто на практике с этим встречаемся. А больные же уверены в том, что если диагноз рака уже поставлен, то отказ от курения или продолжение курения уже никаким образом не могут повлиять на течение болезни и ее исход, и просто не имеют смысла. Ряд инициатив, принятых в последние годы, позволяет надеяться на реальный прогресс в достижении поставленной цели, то есть сделать отказ от курения центральным компонентом в лечении онкологических больных. Сейчас немного истории. Европейский институт рака в Милане одним из первых в 2000 году запустил компанию по запрету курения, адресованную пациентам, посетителям и медицинскому персоналу. Институт стал членом сети больниц, свободных от курения, а с 2003 года в нем работает антитабачный центр, где ежегодно проходит лечение в среднем 350 курильщиков. В 2005 году онкологический центр Слоун Кеттеринг в Нью-Йорке выпустил информационный образовательный буклет для пациентов и членов их семей о важности отказа от курения при лечении рака. В нем говорится, «Наша программа лечения табакозависимости включает помощь больным ракам, людям, перенесшим рак и членам их семей. Мы понимаем все трудности, связанные с отказом от курения у человека, который одновременно переживает стресс, вызванный диагнозом рака, лечением этого заболевания и страхом рецидива». На этом слайде представлен перечень рекомендаций и руководств по отказу от курения у онкологических больных, которые опубликованы на сегодняшний день. Национальная комплексная онкологическая сеть Соединенных Штатов Америки опубликовала, вот здесь указан 21-й год, на самом деле эти рекомендации обновлены, в 22-м году уже были рекомендации по отказу от курения, предназначенные для специалистов-онкологов. И на сегодняшний день эти рекомендации являют действующими. Я чуть позже остановлюсь подробнее на них. Несколькими годами раньше Международная ассоциация исследований в области рака лёгкого опубликовала декларацию по отказу от курения после постановки диагноза рака для повышения эффективности лечения. Ещё ранее Национальный институт рака совместно с Американской ассоциацией исследований в области рака разработала рекомендации по оценке статуса курения онкологических пациентов для использования их при проведении клинических исследований. Несколькими годами раньше они же разработали рекомендации по оценке отказа от курения у онкологических пациентов для оказания им помощи в отказе от этой привычки. А в 2012 году АСКО, Американское общество клинических онкологов, разработало рекомендации по отказу от курения для онкологических пациентов для того, чтобы отказ от курения был внесён в качестве обязательного компонента оказания онкологической помощи. На этом документе я также чуть позже остановлюсь. Теперь то, что касается нашей страны. Ещё в 1980 году Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза совместно с Советом министров СССР издали постановление о мерах по усилению борьбы с курением, в котором говорится о необходимости обеспечить проведение систематическую работу по разъяснению широким массам населения вредного влияния курения на здоровье человека с целью постепенного изжития этой привычки. И там же было дано поручение Министерству здравоохранения СССР принять необходимые меры к повышению эффективности пропаганды среди населения санитарно-гигиенических знаний о вреде курения, к обеспечению медицинских учреждений необходимой литературой, а также рекомендуется систематически проводить для медицинских работников семинары и консультации по вопросам борьбы с курением. И что очень важно, предлагается расширить научные исследования по изысканию более эффективных средств и методов борьбы с курением, а также улучшить оказание амбулаторно-поликлинических учреждений медицинской помощи лицам, изъявившим желание бросить курить. Еще раз повторяю, это относится к 1980 году. Теперь то, что касается непосредственно нашего онкологического центра. Наше руководство всегда отличалось очень негативным отношением к курению как сотрудников, так и пациентов в стенах нашего центра. Еще со времен Николая Николаевича Блохина и Николая Николаевича Трапезникова издавались приказы о запрете курения. И вот нам удалось с любезной помощью Кубасова Ирина Юрьевна найти приказ, датированный 2016 годом. Он подписан Михаилом Ивановичем Давыдовым. Приказ о запрете курения на территории ФГБ Уронс, где он запрещает курение табака сотрудникам и пациентам в зданиях и на территориях нашего онкологического центра. Подобный приказ был издан также Ивану Сократовичу Мстелиде весной 2023 года, также о запрете курения на территории и в зданиях ФГБ Уронс. В нашем центре недавно, в июне, начал работу специализированный кабинет отказа от курения, где главная задача врачей сделать отмену курения физически и психологически комфортной. Теперь возвращаемся к международным опытам. Так как я уже сказала, в 2012 году АСКО опубликовало руководство по отказу от курения, в котором призывают врачей и онкологов оказывать поддержку своим пациентам в отказе от курения, отмечая явные преимущества такого шага для их здоровья. В руководстве подчеркивается, что курение представляет серьезную угрозу для больных с диагнозом рак, независимо от стадии заболевания, методов и этапов лечения, а также для тех, кто уже вылечился от рака или находится на поздних стадиях заболевания. В этом руководстве отмечаются преимущества отказа от курения и риск, связанный с продолжением курения у онкологических больных. Отказ от курения приводит к улучшению результатов лечения, снижению побочных проявлений лечения, улучшению выживаемости, снижению риска развития инфекции, улучшению дыхательной функции, снижению симптомов слабости, улучшению качества жизни. А продолжение курения повышает риск частоты постхирургических осложнений, приводит к более медленному восстановлению, к более высокой токсичности, связанной с химиотерапией, лучевой терапией, повышению риска рецидивов, повышению риска сердечно-сосудистых легочных заболеваний, снижению эффективности лечения, повышению риска осложнений у пациентов с когнитивными нарушениями и сниженной оксигенацией, повышению риска развития вторых опухолей и ухудшению выживаемости. Там же в этом руководстве и говорится о влиянии курения на лечение. Так, продолжение курения при хирургических операциях приводит к повышению риска осложнений от общей анестезии, повышается риск развития легочных осложнений, и также курение оказывает негативное влияние на заживление. При радиотерапии снижается эффективность лечения и повышается токсичность и развитие побочных эффектов. При химиотерапии возможно усиление побочных эффектов и повышается риск развития инфекций. В 2015 году Национальная комплексная онкологическая сеть США опубликовала клинические рекомендации по отказу от курения онкологических пациентов, которые предназначены для специалистов-онкологов с целью формирования у них более глубокого понимания важности темы отказа от курения для онкологических больных и тех, кто уже вылечился. Курение распространено среди онкологических пациентов и составляет от 10 до 50% в зависимости от вида рака. И только 50% онкологов советуют своим пациентам отказаться от курения, причем большинство из них не предоставляет необходимой информации, как это сделать. Представляете рекомендации, заявил их основной автор, профессор Питер Шилдс. Эти рекомендации с 2015 года обновлялись каждый год, и вот последняя версия их вышла в 2022 году, как я уже сказала, на сегодняшний день это действующая рекомендация. Но, тем не менее, Питер Шилдс, который продолжает оставаться их главным автором, отмечает, что несмотря на то, что пагубный эффект продолжения курения после постановки диагноза убедительно продемонстрирован, многие онкологические пациенты все же продолжают курить. Сейчас я подробнее остановлюсь на общих принципах, которые приводятся в этом руководстве по отказу от курения. Итак, рабочая группа рекомендует всех пациентов, независимо от стадии или методов лечения, мотивировать и побуждать к отказу от использования всех табачных продуктов, основанных на горении. То есть это сигареты, сигары, кальяны, а также бездымного табака при его оральных формах потребления. Использовать мультимодальный подход к лечению, включающий три следующих метода. Это научно обоснованные методы мотивационной поддержки с поведенческой терапией, научно обоснованную фармакотерапию и обязательно последующее наблюдение с повторным лечением при необходимости. Рабочая группа также рекомендует метод лечения табачной зависимости, сочетающий фармакологическую и поведенческую терапию, как наиболее эффективный и приводящий к наилучшим результатам по отказу от курения и ее поддержанию. А также два наиболее эффективных варианта фармакотерапии – это комбинация никотинзаместительной терапии и варениклина. Рекомендуется документировать и обновлять статус курения и планы лечения в истории болезни пациента. Обратите внимание, именно в истории болезни. А также обсуждать с пациентами эпизоды рецидивов курения и краткосрочных срывов, которые являются обычным явлением, и с ними можно справиться. А также оказывать поддержку пациентам и предоставлять рекомендации для стимулирования дальнейшего воздержания от курения. Лечение табакокурения, говорится в рекомендациях, это неотъемлемый компонент онкологического лечения, который должен продолжаться на протяжении всего континиума онкологической помощи, включая хирургическое вмешательство, лучевую терапию, лекарственную терапию и также палеотивную помощь в конце жизни. Для тех же, кто использует электронные системы доставки никотина исключительно для отказа от курения, рекомендовать переход на научно обоснованную фармакотерапию и поведенческое консультирование. По мере того, как пациент становится более уверенным в своем решении отказаться от курения, рекомендовать ему отказ и от электронных систем доставки никотина, но только при отсутствии риска рецидива курения традиционных сигарет, основанных на горении. Это последнее положение связано с тем, что, согласно последним данным, электронные системы доставки никотина содержат гораздо меньше канцерогенных и токсических веществ по сравнению с традиционными сигаретами. В 2018 году был опубликован Всемирной организацией здравоохранения совместно с Международным агентством по изучению рака и Австралийским Нью-Кастлским университетом обзор о влиянии курения на лечение онкологических пациентов. Тоже очень интересный документ. В 2022 году, как уже сказал Давид Георгиевич, Национальный институт рака опубликовал очередную монографию в серии своих монографий о вреде курения. Это 23-я по счету монография, которая посвящена исключительно вопросам лечения табакокурения онкологических пациентов, где говорится о том, что лечение табакокурения должно стать неотъемлемой важнейшей частью оказания онкологической помощи. Согласно данным монографии, от 12 до 50% людей с диагнозом рак в анамнезе являются активными курильщиками. Причем наивысший процент курящих пациентов наблюдается при табакозависимых опухолях. Рак легкого – это 60% пациентов продолжают курить. Рак мочевого пузыря даже больше – 65% и около 50% – это рак органов головы и шеи. Причем отмечено, что продолжают курить пациенты, относящиеся к более молодой возрастной группе, с более низким уровнем образования. Чаще это одинокие разведенные люди, и чаще они потребляют алкоголь. Курящие онкологические пациенты – это особая популяция курильщиков, у которых существуют проблемы с быстрым отказом от курения, как со стороны системы здравоохранения, врачей, так и со стороны самих пациентов. Барьеры со стороны системы здравоохранения заключаются в очень часто существующем формальном отношении к проблеме, а также недостатке необходимых ресурсов, то есть недостатке эффективных программ по отказу от курения и, естественно, недостатке финансирования. Барьеры со стороны врачей – это, конечно же, недостаток времени, а также неправильно расставленные приоритеты, недооценка возможного эффекта отказа или продолжения курения на прогноз и исход, также сложность лечения табакозависимости и отсутствие надлежащей подготовки и опыта. Со стороны пациента барьеры представляют собой психологический стресс и депрессия от основного заболевания, а также, что очень часто встречается, это отсутствие мотивации и понимания взаимосвязи между курением и своим диагнозом, отсутствие поддержки в семье и со стороны друзей, особенно если кто-то из членов семьи или близкого окружения является активным курильщиком, то это еще больше тормозит процесс отказа, а также сохранение так называемого личного контроля. В монографии приводятся возможные варианты решения проблемы отказа от курения в онкологических учреждениях. В первую очередь говорится о том, что отказ от курения необходим всем пациентам, независимо от формы рака, табакозависимый это рак или не связанный с курением, а также, что отказ от курения играет важную роль на всем протяжении лечения и после его окончания. И отказ от курения возможен на разных этапах оказания онкологической помощи, причем здесь содействие пациентам в этом вопросе могут оказать как врачи, так и любой другой медицинский персонал, который в это время находится рядом с ними. Так, на этапе скрининга рака установлено, что положительные результаты обследований, то есть плохие результаты, это очень хорошая мотивация для отказа от курения. И важно уже на этом этапе поддержать эту мотивацию и всячески содействовать желанию пациента бросить курить. Тогда же, когда диагноз уже подтвержден, установлено, что онкологические пациенты высоко мотивированы для отказа от курения после постановки диагноза. И уровень отказа от курения отмечено, что выше среди людей с онкологическим диагнозом по сравнению с общей популяцией и, естественно, варьирует в зависимости от локализации. Отказ от курения до начала любого лечения весьма эффективен. Среди пациентов с более поздними стадиями рака или нуждающихся в интенсивном лечении процесс отказа от курения выше. Естественно, боль может быть барьером для отказа от курения. Из-за высокого уровня рецидивов курения после лечения необходим дальнейший врачебный контроль. После лечения курение продолжает быть, к сожалению, распространено среди прошедших лечения пациентов. Часто наблюдается склонность к преуменьшению своего курения. И что важно, что на протяжении всей дальнейшей жизни пациента врачам, осуществляющим за ним наблюдение, следует контролировать достигнутые результаты лечения табакокурения. Вот так я попыталась коротко представить ситуацию, которая существует в мире по этому вопросу. Спасибо за внимание. Спасибо, Анна Шеликсовна. Вопросы в конце. Пожалуйста, садитесь.